Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз показываю вам одну из своих тренировок на развитие силовых показателей. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к тренировке сегодняшнего дня, давайте вспомним, что мы с вами делали в прошлый раз. В начале, как всегда, общая разминочка. Не забываем об этом. Это очень важно для того, чтобы привести весь организм в тонус, чтобы не было трап, чтобы организм разогрелся, был готов к работе. И выполняем, как всегда, экстензии. Сегодня это комбинированное исполнение. Мы делаем скручивание, 3 повторения, и обычную экстензию. Итак, чередуем где-то 12 повторений. 3-4 подходика. Набьем хорошее количество крови в поясничные мышцы, и это даст нам защиту, как вы знаете, для того, чтобы не было травм и протрузий. Время хорошее количество крови в поясничные мышцы, и это даст нам защиту. Будем легким способом. Это на 5 повторений, 5 подходов. Но вес такой подбираем, чтобы вам было действительно легко. Даже в последнем подходе, в последних повторениях. Запас оставался где-то, как минимум, 3-4 повторения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующим упражнением сегодня будет жим лёжа. Горизонтальный жим штанги лёжа. То же самое, друзья, что и в приседаниях. Работаем на 5-3 повторения с большим запасом. Минимум 3 повторения оставляем в запасе. Тоже выполняем 5 подходиков. Естественно, не считая разминочных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также сегодня поработаем над бицепсом. Над бицепсом совсем другая ситуация. Работаем после разогрева, после разогревочных подходов, разминочных подходов, в 5 подходах на 5 повторений. Но основная задача выполнить позитивную фазу как можно быстрее. Естественно, при сохранении техники негативную фазу немножечко замедляем. Взрывная позитивная и подконтрольная медленно-негативная. Вес подбираем такой, чтобы вы практически не уставали. И в запасе оставалось 5 повторений как минимум. То есть вес действительно очень лёгкий. Где-то 50% от того, с которым вы привыкли работать, на 10-12 повторений. Это будет идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отдых между подходами сегодня, как всегда, по восстановлению дыхания, по самочувствию, по ориентиру, готовы ли вы психически, ментально к следующему подходу. Если это 30 секунд, замечательно. Максимум 2 минуты. Увидите, вы будете восстанавливаться и будете готовы. Несмотря на то, что это как бы объёмный такой получается тренинг, времени на эту тренировку тоже уйдёт немного. Как всегда, друзья, последним заключительным движением, после которого мы с вами не делаем уже ничего, идут гиперэкстензии. Сегодня тяжёлые гиперэкстензии на 10-12 повторений, 4-5 подходиков. По самочувствию. С гиперэкстензиями перебрать сложно. Это единственное декомпрессионное движение, потому что всё остальное, что бы мы с вами не делали, от прогулок до приседаний, даже до жимов, это всё компрессия на диске. Гиперэкстензия, друзья, я уверен, что вы это все уже прекрасно усвоили, это декомпрессия. И делать это необходимо всем, тем, у кого есть проблемы и тем, у кого проблем нет. Это гарантия того, что у вас всё будет хорошо с вашим поясничным отделом позвоночника. Вот такая, друзья, тренировка. Надеюсь, она вам понравилась. Попробуйте её. Отпишитесь обязательно в комментариях, насколько она вам понравилась. И не забывайте присылать вопросы в комментарии, на которые я всегда отвечаю. На некоторые снимаю видеоролики. Вы это видите, вы это знаете. Ни один вопрос я не оставляю без внимания, если только каким-то случайным способом не пропущу его. Но за это приношу извинения. Можете написать его в следующий раз под любым другим видео, и я увижу его, обязательно отвечу вам. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Ставьте лайк, если понравилось. Ставьте дизлайк, если не понравилось. Но обязательно напишите, что не понравилось, с чем вы лично не согласны, как, по вашему мнению, должно быть. Это всё очень важно и для меня, и для зрителей нашего канала, для того, чтобы мы с вами развивались вместе. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Редактор субтитров А.Семкин